Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы с вами обсудим и заценим вопрос, а как же все-таки фармит одна из самых фармящих машин в этой игре с коэффициентом доходности в 190% Т26Е4СуперПершинг. Я не буду долго разговаривать об этой машине, я просто возьму, заеду на ней в три катки и по результатам трех каток посчитаю среднюю доходность, сколько серебра приносит данная машина в среднем, если вы играете так, как я. Для тех, кто не знает, я не являюсь суперскилловым игроком, я не мега подкованный, я не помню наизусть прям у всех танков время перезарядки посекундно, интуитивно ощущаю, но прям не помню, вот прям до секундочки, я не помню прям до миллиметра уровень бронированности той или иной детали какого-то танка и я не знаю, на сколько в процентах увеличивается приведенная броня какого-нибудь тяжа, легкого танка и так далее. Короче говоря, просто средний статистический игрок, который заходит и играет. Поэтому, ребят, заценивать буду, как я это называю, средними руками, средними по их ровности, ну и, соответственно, вы для себя сможете понимать, если вы играете плюс-минус так, как я, не являетесь суперскилловым и имбовым игроком, то вы сможете заценивать, как эта машина будет чувствовать себя в ваших руках. Так. Откатываемся немножко назад. Вот как не повезло сейчас, да? Вот надо было попасть именно в этот пулемет дурацкий, прям во лбу. Так, надо ехать немножечко вперед, надо как-то продавливать, потому что, стоя на месте, особо много ничего не зарешаешь. Осень из-за сбита, движение невозможно. Осень из-за восстановлено, можно ехать. Третьящее повреждение орудия, стрельба невозможно. Так. Отходим назад. Пробитие. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ой, неприятная неприятность сейчас может произойти. Он, бедняга, заснул. Но это фарт. Ребят, просто фарт. Вот чистой воды что-то не есть. Так, что тут у нас? У нас есть зазевавшийся ВК. У нас есть ПТ-шка. Ой, с поджогом. Повезло. Сейчас очень повезло. Но и этот засранец меня выцелил все-таки между вагонов. Ладно, досматриваем бой. Посмотрим, сколько мы смогли нафармить. Ха, два ледяных толкаются. Прикольно. Посмотрим, сколько мы смогли нафармить за этот бой. Ну и, соответственно, закидываемся обязательно сразу в следующую каточку. Итак, друзья мои, 1365 единиц нанесенного урона, знак классности третьей степени. За это все мы с вами получаем чистоганом 28300. Это без учета премиум аккаунта. Я запишу себе 28, ну а там дальше откорректируемся. Есть. Первый бой отыгран. Закидываемся в следующую катку. Смотрим результат второй катки, потом третий, потом делим все на три и получаем средуху. Мне, честно говоря, Т26Е4 в чем-то нравится, в чем-то нет. Многие считают, что эта машинка просто имба. Раньше, да, раньше была имбовая машина. На сегодняшний день существенными минусами данной машины является скудная подвижность, как для среднего танка. Хотя хорошая бронированность при этом. И, честно говоря, долговатая КД. Вот как-то все-таки не хватает буквально на секунду быстрее. Вот для именно вот такого, знаете, кайфа от стрельбы. Потому что ты вроде бы и отстреливаешь, и в то же время ты не успеваешь нормально перезарядиться для того, чтобы еще раз кинуть. Вроде бы и альфа неплохая. Но в то же время вот как-то не хватает, знаете, вот такого вот ощущения, ну, полного прям комфорта от игры на данной машине. Ну, а ехать на ней, блин, честно говоря, ну, нудно. Вот, ребят, нудно, честно говорю, как есть. По крайней мере, мои субъективные ощущения от машины именно такие. Так, хорошо. Один шот сделали, уже неплохо. А за это время одного нашего вынесли. Это уже, конечно, не очень приятно. Надо подтягиваться, надо ехать помогать, потому что я чувствую, что... Сейчас будет не очень хорошо пахнуть. Сейчас вот здесь браток будет проскакивать. Не долетел. Жаль, я думал, что я в него откину. Ну, ладно. Поехали дальше. Чего-то попытаемся делать здесь. Так, Эмиль на барабане. Раз он прячется, значит, на КД пошел. А раз пошел на КД, значит, надо быстренько что-то ему делать неприятное. Ну, что ты делаешь? Ну, вот зачем ты меня подпер, блин? Ну, как так? Вот смысл был от этого телодвижения подпереть меня сзади, блин, чтобы я стоял и отхватывал урон. А если бы меня разнесли? Я бы расстроился, плакать начал, блин, в конце концов. Я не знаю, сопли подтирать. Так, Т26Е4 хищник. Такой же брат, как и мы. Нагло едем на него. Я думаю, что терять нам особо здесь нечего. Единственное, что можно потерять, это если меня вынесут. Ну, и, соответственно, коэффициентчик доходности не сильно поможет. Потому что, если вас в бою убивают, то, соответственно, на восстановление техники снимается бабло с вас. Минусуется. Ну, и понятное дело, что вы уже не имеете того количества серебра, которое могли вывести за бой изначально. Да, вот, блин, вот эта унылая подвижность, она вот очень сильно мешает набивать серебро. Потому что вы реально, блин, не можете нормально доехать к врагам, если они где-то далеко от вас находятся. Соответственно, не успеваете набить нормальное количество урона, если вы не попали вот в такой вот замес, в котором смогли настреливать как можно чаще. Всего лишь 950 единиц урона. Вот, грешу на подвижность данной машины. По результатам, без учета премиум аккаунта, у нас получилось всего ничего, 14600. Я округлю к 15, потому что в прошлом бою, по-моему, 300 с копейками, да, я там отнимал. Но я думаю, что сотня серебрухи там особо не влияет, не зарешает. Поэтому пока пусть будет так. По результатам следующего боя посмотрим, в какую сторону мы будем дальше корректироваться, в плюс или в минус. Так, что тут у нас дальше получается? Кто куда? Сам не поеду, не хочу. Тяжи с нами. Окей, хорошо. Поехали. Да, ребята меня иногда умиляют. Еще не начал с собой, еще ни одного врага не засветили. Они уже друг в друга фекалиями разбрасываются. Неужели нельзя быть толерантными друг к другу? Неужели нельзя уважительно относиться к союзникам, как минимум? Да и даже к врагам. Ребят, в конце концов, мы, слава богу, не на реальном поле боя схлестываемся, чтобы друг друга ненавидеть. Так, вот здесь вот я сейчас совсем не понял, как так произошло. Вот теперь вроде наладилось немножко. Жаль, жаль, что сейчас не пробил его. Так, ну вот от башенки, честно говоря, на этом танчике всегда приятно отырвать. Если получается где-то вот такую вот низинку занять и сугубо башней, что называется, отторговывать, то, в принципе, получается довольно-таки неплохо. Но чуть-чуть еще, да верни башню. Боишься, да? Понятное дело, что боишься. Я бы на твоем месте тоже боялся, братка. Так, пора продавливать. Пора давить по максимуму. Вот это неприятно. Очень неприятно. Ну, доберите вы, в конце концов, левого, блин. Ну, сколько можно с ним баловаться там стоять? Так, надо мне немножко отходить, как-то затковать-раковать. Ну, в целом, я так понимаю, что в любом случае победа. Сейчас только не сдохнуть бы с вот этой вот жадной жилкой нахвататься как можно больше хп-шки от врагов позабирать для того, чтобы побольше серебрухи получить. Жаль, не добрал. Было бы сейчас неплохо, конечно, отправить этого товарища в ангар. Получился всего один фраг. Но, ребят, смотрите, как красиво. У нас получилось четко у каждого по одному фрагу. Обожаю такие моменты. Редко встречается, что прям каждый союзник одного врага с собой... Ну, не то, чтобы с собой забрал, да, а просто вынес по одному врагу каждый. Ну, короче, это прикольно. 2020 нанесенного урона. Мы там получили медальку, знак классности третьей степени. По результатам фарма, чистоганом получается без учета према 33 тысячи. Ну, потому что, как бы там 70, я не думаю, что вы на меня обидитесь. Или, точнее, 67 серебра, которое я сюда добавлю до 33 тысяч. Итого, ребята, у нас получается, что чистоганом мы нафармили с вами за три боя... Господи, 76 тысяч. 76 тысяч серебра я делю на три боя. И у нас получается, что средний фарм на машине, на этой, составляет 25 тысяч серебра. И, ребят, еще раз напомню для тех, кто не начал смотреть видео или недавно пришел на канал зрителям. Короче говоря, веду к чему? К тому, что говорю всегда. Я среднестатистический игрок. И мои видосы, они, в принципе, нацелены на вот ту аудиторию, которая просто играет в танки. Не гоняется за статистикой, не следит за средухой за своей, не следит за процентом побед. Где-то вот просто берет, играет, им надо вот, допустим, серебро. Они хотят себе подобрать машинку, на которой они, будучи... Ребят, не обижайтесь, полураками, я не знаю, там, совсем увольнями или десятилетними детьми, которые просто ради удовольствия играют. Вот они хотят знать, как в их руках будет играться та или иная машина. И сколько серебра в данном конкретном случае будет приносить Т26Е5. Так вот, знаете, мои собратья-полураки, такие, как я, вы будете получать в среднем по 25 тысяч серебра за вот такого качества бои, которые сейчас были. Вот просто рандомные три боя без вырезок, без склеек. Ребят, если вам нравятся такие форматы видео, если вы еще не подписаны на канал, но хотите видеть честные обзоры руками среднестатистического танкиста, по желтому шильдику в правом нижнем углу обязательно подписывайтесь на мой канал. Я буду радовать вас новыми видео, честными обзорами, никем не купленными, не проплаченными. И не буду вам рассказывать по поводу того, что какая-то машина прям стоит того, чтобы ее брать, тогда, когда она не стоит этого, если вы играете, как я. Всех благ, всего хорошего вам, мира и спокойствия.